МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте! Организованность, инициативность, мобилизация ресурсов и эффективное хозяйствование. В традиционном послании к белорусскому народу и национальному собранию глава государства обозначил конкретные задачи и потенциал для развития на текущий год. Негативные тенденции и замедление роста экономики необходимо преодолеть, несмотря на внешние факторы. Речь шла и о снижении себестоимости, о качестве продукции и о переориентации на инновационный путь производства. Современные технологии и требования времени открывают и новые отрасли. Темы, поднятые главой государства во время послания, активно обсуждают и рядовые белорусы. Я думаю, что разносторонние отношения по всем направлениям нам просто необходимы. Учитывая, что мы страна маленькая, и, конечно, мы должны всегда уметь налаживать контакт со всеми странами для того, чтобы поднять свою экономику. Я, как бывший педагог, рада очень тому, что большое внимание уделят образованию, повышению квалификации. Если учебники Советского Союза, то их надо менять однозначно. Во-первых, все меняется в этой жизни, меняются представлениями. Учебники должны маятись здесь в ногу со временем. У меня был такой случай, я в Италии сломала руку. И когда пришлось мне там двое суток, пока мне наложили гипс, то надо очень ценить наше здравоохранение. Оно у нас на высшем уровне, мы просто этого не ценим. Для меня настоящее время в нашей республике мир, спокой, и все идет во благо народа. К событиям в мире. Чирийский город Тимука объят огнем. Справиться с пожаром, вспыхнувшим в центре города, пытаются уже более четырех часов. Пламя полностью уничтожило историческое здание рынка. Есть сообщения о пострадавших. Жители из расположенных рядом жилых домов экстренно эвакуировали. Несмотря на то, что на тушение брошены все силы, остановить огонь пока не удается. На помощь пожарным пришли добровольцы. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить полиции. ЧП в Южной Корее. С рельсов сошел пассажирский поезд. На данный момент известно как минимум об одном погибшем. Около десяти госпитализированный инцидент произошел на юге страны. Часть вагонов перевернулась. На месте работают медики и спасатели. Специалисты опасаются, что число пострадавших может возрасти. По предварительным данным, машинист проигнорировал указания диспетчера и не снизил на повороте скорость до 50 км в час, превысив ее в два с половиной раза. В настоящее время движение на данном участке приостановлено. Ремонтные работы займут около суток. У побережья Эквадура произошло новое землетрясение. Толчок магнитуды около шести был зафиксирован на северо-западе страны. Данные о пострадавших и разрушениях от нового удара стихии уточняются. Тем временем число жертв землетрясения, произошедшего в ночь на 16 апреля, продолжает расти. От удара стихии обрушились многоэтажные отели, рестораны, жилые дома. В регионе объявлен режим чрезвычайного положения. В скорбном списке уже 587 имен. Свыше четырех тысяч пострадали. Поисково-спасательные работы в стране продолжаются уже пятые сутки. В Британии, похоже, разгорается новый скандал, связанный со слежкой за подданными королевства. Согласно рассекреченным документам, с конца 90-х спецслужбы Великобритании массово собирали личные данные жителей. Причем даже тех, кто не представлял никакой угрозы. Они отслеживали передвижения британцев, анализировали их финансовые отчеты, прослушивали телефоны. Все эти сведения сводились воедино по каждому отдельно взятому человеку. Порой агенты злоупотребляли служебными полномочиями, используя полученную информацию в личных целях. В Китае подросток попал в воронку торнадо и остался жив. Инцидент произошел на школьном стадионе во время спортивных соревнований. Образовавшийся вихрь разметал по полю рюкзаки, книги и прочие вещи. Дети и учителя успели лечь на землю. Однако воронка все же подхватила одного из учеников. Несколько секунд мальчик висел в воздухе, после чего рухнул на землю. К счастью, он выжил и отделался лишь легкими травмами. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Ограбление в Молодещинском районе. В отделении одного из банков, агрогородка Березинская, похищено не менее 60 миллионов рублей. Неизвестный зашел в здание финансового учреждения, где в это время не было посетителей. И, угрожая сотруднику, похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему деньги. После чего скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело. Личность грабителя устанавливается. Из-за похолодания в некоторых регионах Беларуси вновь включат отопление. В Бресте вводят режим протапливания для детских садов и больниц. В Витебской области и Гродно батареи потеплеют даже в жилых домах. А в Могилевском регионе будут принимать решения по каждому зданию отдельно. В столице продолжают отапливать школы, садики, медицинские учреждения. Уже завтра белорусы смогут внести свою лепту в благоустройство родного города и всей страны. 23 апреля пройдет республиканский субботник. Собранные средства будут направлены на восстановление историко-культурных ценностей, мест воинской славы, укрепление материально-технической базы, детских и оздоровительных центров. Счет для перечисления средств вы сейчас видите на своих экранах. За выдающийся вклад в развитие международного культурного сотрудничества медалью ЮНЕСКО «Пять континентов» сегодня будут награждены выдающиеся деятели искусства, народные артисты Белоруссии и СССР, композиторы Игорь Лучинок и хореограф Валентин Елизарьев. Торжественная церемония состоится в Белорусской государственной академии музыки. К слову, этой почетной наградой ранее были удостоены поэт Евгений Евтушенко, французская певица Мирей Матье, скульптор Зураб Церетели, американский джазовый композитор Уэйн Шортер. В 2014-м такую награду получил Национальный академический Большой театр оперы и балета. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by, репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступно на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 13.30. Я прощаюсь с вами до этого времени. Субтитры создавал DimaTorzok